Вот здесь, на этом самом месте, компания из шестерых старых друзей собралась, чтобы порыбачить, пообщаться и просто хорошо провести время. На утро одного из товарищей ребята не досчитались. Друзья уже вторые сутки практически не покидают берега, где произошла трагедия. Вместе с ними жена пропавшего. Близкие до сих пор не могут поверить в то, что произошло. По их словам, у здорового и крепкого 30-летнего парня было все хорошо. И семья, и работа. Невеликая вероятность того, что он решил искупаться. Погода была для этого совсем неподходящая. Склоняются к версии, что в воду он упал. Утром нашли в реке его куртку. Видимо, такое тяжелое алкогольное опьянение здесь было. Ну, узнают, тело обнаружат. Визуально сейчас будет осматривать берега и предварительно, значит, куда ветер, течение могло унести. Дядя Миша – житель села Кармалы. Всех ребят из этой компании знает с детства. Поэтому, не раздумывая, согласился помочь. Помогать надо же как-то. Ну, дядя Миша, вытаскивай. Привез на место происшествия свою лодку и вместе со специалистами ГИМС проехал по реке. Визуальный осмотр в водной глади результатов не дал. Инспекторы ГИМС говорят, что вначале тело находится на дне и поднимается на поверхность лишь через трое суток. Тем более, что глубина реки в этих местах около пяти метров. Конечно, небольшая надежда на то, что молодой человек жив, переплыл на другой берег или просто ушел, остается. Хотя с каждым часом она все меньше. Сейчас поиски ведут спасатели. Если молодой человек действительно утонул, то с начала лета это будет уже седьмой несчастный случай на воде со смертельным исходом в Нижнекамском районе. Яна Чупахина, Максим Липин, Новости НТР.